приветствую вас дорогие мои зрители вот наконец-то собралась я снимать свои покупки вот эту коробочку с вещами я приобрела на последней барахолке точнее в секонд-хэнде где я снимала свои последние ролики вот эта коробочка обошлась мне кто-то сейчас скажет ого как дешево а кто-то скажет ого как дорого в моем случае если честно это был второй вариант потому что продавец на выходе осмотрев мои покупки сказала мне 30 евро то есть вот вся эта коробочка обошлась мне в 30 евро я уже говорила что в общем то в этом магазине все довольно таки прилично подорожала но в любом случае факт остается фактом я не могу поэтому сказать вам сколько стоит каждая вещь по отдельности за все покупки называется одна общая сумма но я могу только предположить что вот эта лампа наверно стоила 5 евро ну и остальные покупки тоже цены в общем то можно распределить по одному по два по три евро я думаю в зависимости от размера вещи вот эта лампа я думала долго очень ходила брать мне или не брать потому что многие ой извините многие мне писали что надо скорее брать это лампа из перламутра кто-то писал это дрянь и вообще на букву г я все-таки и приобрела думаю лучше купить чем не купить ну действительно вот эта верхняя часть она сделана из пластика цветом под латунь но вот эти вот перегородочки я так предполагаю вам комментариям под моим роликом что это слюда эта лампа сделанной следы вот эти вставочки вот перегородки они сделаны точно из латуни и судя по всему это все-таки ручная работа довольно таки кропотливая так что лампа это все равно довольно таки старая ну и я считаю что все равно все-таки это интересная вещь но в крайнем случае если я ее никуда не пристрою у себя то подарю кому-нибудь обычно бесплатных вещей никто не отказывается вот если кому-то это будет нужно из моих гостей вот так что вот эта лампа я уже не буду ее показывать тащить на стол на столе в показе но вот эту вот лампа покажу как она выглядит с внутренней стороны была мною все же приобретена видите здесь внутри еще такой как бы маленький абажур чик вокруг лампочки вот такая люстра ну а сейчас мы раз вами рассмотрим уже содержимое этой коробки поближе давайте же с вами посмотрим содержимое коробки хочу опять же напомнить что все эти вещи куплены мною на барахолке в посудном секонд-хенде это не покупки с блошинного уличного рынка которые обычно бывают интереснее но и стоят дороже все эти покупки из коробки из посудного секонд-хенда со склада первое что хочу показать вам вот такое мисочку чашечку пиалку мне понравился очень вот этот растительный рисунок какие милые цветы голубой ободок я считаю такие креманки пиалки очень функциональными из них можно есть что угодно начиная от супа салата десерта мороженого все что угодно ягоды вот фирма это гдр граф фонененберг вот здесь написано что ее можно запускать с посудой в посудомойку что я в общем-то благополучно и сделала вот и она оттуда вышла целенькой блестящий вот такая фарфоровая мисочка покажу рисунок поближе мне кажется он достоин внимания вашего очень нежный красивый так следующее я покажу вам вот эту кофейную чашечку многие обратили на нее внимание когда я нашла ее на складе такая вот она хорошенькая на трех ножках красиво высокой ручкой беленькая здесь нет никакого клейма есть только цифра 70 возможно клеймо стояла на блюдце но блюдце я не нашла может быть еще повезет найти его в следующий раз посмотрим но в любом случае чашечка очень красивая такой орнамент мне кажется даже чем-то египетский напоминает такая чашечка ну блюдце думаю будет легко подобрать потому что любое блюдце золотой каемочкой мне кажется подойдет следующая вот миниатюрная кофейная пара может быть вы помните в одном из своих походов на барахолку когда-то очень давно еще летом я нашла вот такое блюдце и разбитую чашку к нему чашку я тогда не взяла взяла только блюдце и в этот раз я нашла чашечку и блюдце к сожалению чашечка с небольшим сколом но я решила все равно ее взять эта вещь уже антикварная фирма это уже давно не существует это кофейная пара начала 20 века то есть ей по самым скромным расчетам около ста лет очень красивая здесь есть небольшие трещинки ну для антикварные вещи я думаю это конечно жалко но ничего не поделаешь я считаю что допустимо вот если бы я оставила эту пару и дальше болтаться в коробках то от них бы уже скоро ничего не осталось следующая что я взяла вот такая миниатюрная вазочка мне кажется это стекло выглядит как хрусталь тяжеленькая я взяла ее чтобы поставить в нее зубочистки вот так вот это выглядит конечно же летом можно поставить например маленький букетик цветочков но пока она будет выполнять свою функцию как вазочка для зубочисток следующий вот этот лебедь я думаю что тоже вы все помните его как я его нашла и самые мои постоянные зрители конечно же помнить что у меня есть еще два таких же лебедя и мы с вами тогда выяснили по остаткам этикетки на одном из этих лебедей что они сделаны в болгарии такое интересное стекло с перевелись с переливами еще я купила подсвечник латунный обычный подсвечник ничего в общем то в нем выдающегося нету я последнее время стараюсь брать все латунные вещи потому что они тоже уже не такие редкие и такие частые извините салонка с кобальтовым рисунком салонке ты была соль также как сахарница на блошиных рынках попадается сахар также в салонке была соль но салонки мне всегда нужны моем кафе салонки часто бьются и часто они куда-то исчезают может быть они становятся сувенирами я не знаю ну такая симпатичная салоночка следующие две тарелочки блюдца и десертная тарелка такие красивые с кобальтовым рисунком двухцветным более темные синий цвет насыщенный и более светлый такое блюдце тоже необычной формы это дизайнерская посуда и такая десертная тарелка ободок из бисквитного фарфора очень красивый это у нас фирма томас шестидесятые семидесятые годы к сожалению чашечки не было в наличии но я думаю что любая кобальтовая чашечка или может быть какая-то другая чашечка синяя с белым сюда подойдет но может быть еще повезет найти и чашку от этого комплекта но я думаю что вы согласитесь со мной что такие красивые тарелочки оставить было бы преступлением их можно использовать и в таком виде по отдельности а можно подождать пока найдется чашечка следующее что хочу показать вам вот этот кувшин конечно же вы его тоже помните большое спасибо всем комментаторам которые написали о его секрете я тоже не сразу даже нашла эту дырочку на ручке на ручке про которую вы говорили вот эта дырка но я попробовала ну как-то с него надо было наверное вот так с него как-то пить да вот так переворачивать чтобы вода пересекла через ручку в носик вот потому что естественно что таким образом из него налить что-то не удастся из-за его ажурного рисунка ну довольно симпатичный мне кажется этот кувшин хоть это и сувенирная такая работа но он расписан вручную ну и видно что сам кувшин тоже сделано вручную конечно же тоже кобальтовая краска вот и он станет достойным украшением у меня в кафе вернее в той его части где мы готовим завтрак вот он послужит там декорацией так еще один кувшин вот этот думаю тоже хорошо его помните тоже ручная роспись такая яркая аппетитные фрукты свежий глиняный кувшин вот его я хочу использовать как декорацию в саду дождемся с вами весны скоро зима уже закончится и оформим вместе с вами какую-нибудь полочку вот такой яркий кувшинчик еще одна кофейная пара белое с золотом классика такой бокальчик на ножке ручка тоже симпатичная известная фирма лифта на которой он изготовлен блюдечко написано сделано в гдр похоже на 70-е годы конец 70-х может быть начало 80-х такая симпатичная пара ручка довольно таки красивая правда даже какой-то такой этнический стиль мне кажется как-то угадывается так следующее у нас что следующее у нас вот такой хрустальный подносик наконец-то я взяла что-то хрустальное скажут многие ну вот этот подносик мне очень понравился своим рисунком ну и конечно же тем что у него нет сколов потому что очень многие вещи которые я там нахожу у них есть мельчайшие сколы по ободку вот их не видно вооруженным невооруженным взглядом но их можно почувствовать пальчиками как-то вот так пройдешь а этот идеальный и может быть вы помните я когда-то забрала молочник тоже хрустальный вот как раз мне кажется он пойдет сюда на этот подносик потом к нему надо будет найти еще сахарницу тоже хрустальную и будет комплект молочник я покажу вам в следующих роликах вот у меня еще стоят две коробки с предыдущего похода я сейчас показываю вам самые актуальные свои покупки с последних роликов коробку а у меня есть еще более ранняя коробка и с корзинами может вы помните когда я покупала корзины плетеные я конечно же их еще тоже покажу вот такой подносик красивый потом еще одна находка вот эти ножницы 150 ну конечно они не 150 но у них уже высокий порядковый номер да ну такие хорошие ножницы добротные металлические я стараюсь брать здесь у нас что написано РУЗИТАЛ по моему здесь написано но я так думаю что это немецкие ножницы они хорошо стригут я уже их попробовала очень удобные вот многие считают ножниц много не бывает я тоже придерживаюсь такого же мнения и еще одна интересная находка это вот это но я считаю что это мыльница потому что привычные нам мыльницы часто имеют форму ракушки раковины так и эта тарелочка имеет форму раковины и вот у нее такое интересное клеймо КПМ которое очень похоже на клеймо известной фирмы КПМ но я думаю что все же это не настоящая фирма КПМ судя по штампу это очень старая вещь это вещь начала двадцатого века но что то говорит мне все же что это не настоящий клеймо КПМ что это подделка ну целая симпатичная и может еще вполне себе послужить хочу все же вернуться на минутку к известной фарфоровой мануфактуре королевской фарфоровой мануфактуре Берлин вот это ее раннее клеймо девятнадцатого века и вот клеймо на моей тарелочке видите с глаза бросается некая схожесть но одновременно и отличие видите на моей тарелочке то что должно быть королевским скипетром просто прямая синяя линия видите вот это а здесь вот эта же палочка она имеет некую форму видите с утолщением сверху с перекладинками посередине то есть вот это фирма подражатель клейму вот это настоящее клеймо фарфоровой мануфактуры королевской фарфоровой мануфактуры Берлина и что я хотела еще показать вам вот таким стало это клеймо чуть позже к нему добавилась еще вот такая такое дополнительное клеймо в виде вот этого яблока опять же королевского и хочу показать вам также современное клеймо этой фирмы вот так вот она выглядит скипетр кобальтовой краской под глазурное клеймо и вот королевская фарфоровая мануфактура Берлин а вот это моя тарелочка хоть она очень старая клеймо это ставилось до 1904 года то есть это антикварная тарелочка но это совсем не та фарфоровая мануфактура которую бы хотелось найти изделие которое хотелось бы найти это гораздо более дешевая посуда то есть вот эта тарелочка если она стоила мне ну сколько она стоила 1-2 евро если пересчитать то в общем то так она и стоит до 5 евро больше за нее платить не стоит за такую вещь но если бы она была фарфоровая королевская мануфактура Берлина то стоила бы она раз в 5-6 дороже так что вот такие отличия кстати вот это мануфактура Карла Кристера который своим клеймом решил подражать королевской мануфактуре Берлина и так увеличить свою продажу так и еще одна пожалуй осталась самая интересная вещица самая красивая это вот эта вазочка на трех ножках шариками я помню когда нашла ее прям тогда сразу же восхитилась ею ну и сейчас конечно же тоже очень рада этой находке несмотря на то что она имеет трещины я когда нашла тоже сразу сказала жаль что она потрескана она не разбита в прямом понимании этого слова нет сколов по ободку там или ножки не склеены ничего но к сожалению у нее имеются вот такие трещины видно приложил кто-то ее хорошо может быть даже в этих ящиках в которых они лежали эти вещи заваленные другими более тяжелыми вещами к сожалению посмотрите какой красивый рисунок это действительно антикварная вещь такое клеймо просто написано Germany Германия вот одна из моих зрительниц написала мне что возможно это известная фирма РС Пруссия которая выпускала свой фарфор в 19 начале 20 веков ну по стилю эта вазочка тоже похожа она так на начало 20 века на изделие начало 20 века где-то 20-е годы наверное но я сомневаюсь насчет изготовителя я не нашла кто именно ставил такую печать на своих изделиях ну вазочка очень красивая возможно у нее когда-то была крышка возможно это шкатулка часть шкатулки она может быть это и просто такая вазочка для орешков или для конфеток такая пожалуй для меня самая приятная находка я все же решила разделить свой ролик на две части потому что он получился очень большой почти 45 минут и это довольно таки утомительно смотреть так долго правда я попробовала я сама устала смотреть поэтому во второй части будет совсем немножко фарфора и в основном текстиль и вторая часть выйдет или сегодня вечером или завтра с утра в зависимости от того как я найду время чтобы ее смонтировать поэтому извините если что не так но я все таки решила разделить ролик на две части вот кстати моя куколка многие замечали ее мелькающие в кадрах в кадрах и спрашивали меня про нее вот это моя любимица изабель от моники левеник вот лимитированный выпуск 2006 года куколка имеет порядковый номер 125 она одна из 500 кукол которые были созданы этим автором вот такая вот она хорошенькая на ней кстати одета одежда моей дочери на ней оригинально была другая одежда но я время от времени переодеваю ее не все же ей в одинаковом стоять вот такая она вот а я прощаюсь с вами на этом желаю вам всего самого хорошего хорошего настроения улыбайтесь почаще улыбайтесь окружающим улыбайтесь себе в зеркале и от этого у вас будет также повышаться настроение будьте здоровы дорогие мои и до новых встреч пока пока не забывайте не забывайте